Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, мы с вами продолжаем проходить Скайрим, и в прошлой серии мы с вами прибыли в храм, где находится стена, на которой написаны надписи, позволяющие нам разгадать тайну драконов, в общем с Алдуином. Пришел сюда, не знал как повернуть, но в общем-то в прошлой серии еще разобрался, но вы потом уже еще в комментариях вдобавок написали, что поставь 3 до Вакина и все будет хорошо. А в общем-то я методом тыка догадался, я даже в принципе игру не закрывал после завершения записи, давай просто крутить, думаю, а если сделать все одинаковые, крутанул и тут же получилось, вот если буквально на минутку я чуть-чуть еще серию продлил, может быть прям. Вот сейчас опять говорю-говорю, а может быть тут опять в полезной инфоне какую-то говорили, а я опять все проговорил, ничего не услышал. Так, ну я давакин, мне нужно по давакинам идти, я так понимаю. Так ведь, да? Вот давакин, отходи. Ты главное не нажимай, хорошо? Я иду по давакинам. Да-да-да-да, давакин, давакин. Ну в принципе логика в этом всем была, почему 3 до Вакина, в общем-то именно потому им нужен был я, потому что я являюсь драконорожденным, а для других, для кого здесь никого не впустят, только до Вакин может тут пройти. А в общем-то все под нас заточено, под до Вакинов, а потому... Слушай, хорош одно и то же повторять, мужики, но что вы в самом деле? Ого, какой шум был. А храм очень красивый, очень такой прям, не знаю, какие-то раскопки как будто бы здесь происходят, что такой древностью прям все пропитано. Может быть даже я зря в приседе иду, может так даже стоит пробежаться, но я так слишком быстро ношусь как-то аж непривычно. Ну вот он, уважаемый наш храм Небесной Гавани. Это другой храм, оказывается, я перепутал с этим. С каким-то облаков. Ну-ка, что лежит в сундуке у нас. Что, я зря что ли там такие кустики выполнял. Ничего хорошего для меня? Где она, стена, показывай. А, вот и печать крови. Еще одно забытое искусство Аковира. Аковир? Аковир? Аковирцы. Ну теперь я знаю, кто такие. Вы по-одному говорите, один тут одну историю, историческую справку. Ты тут про свою кровь. Давай откроем эту дверь и посмотрим, что у нас тут. Хорошо, сейчас. Придется пустить кровушку. Не, ну а что поделаешь? Ах, как это противно. Аккуратно. Ну, спасибо за оказанную честь. В смысле не представляю? Ты же сказал, там будет слово, на котором будет написана вся информация об Алдуине. Придем, а там какая-нибудь, какая-нибудь статья, точнее, это выдержка из книжки какой-нибудь похотливой органианской девы. Кто же знает, действительно, что они там написали. Там мы так сами себе тут вообразили, что тут будет полезная информация со стеной. А вот и она. Не, ну так-то ничего себе, она мощная какая. Рисунки. Где эти наши эксперты? Где они опять застряли? Идете, нет? Давайте живее сюда, народ. С вами факелами, ничего не видно там. Я факел выкину. Бубу факел я бы тоже, наверное, взял сейчас. Ага. Ага. Хе-хе-хе-хе. Надеюсь, потом у нас еще будет время смотреться. Ну, кстати, я такие фрески, как их правильно называть, уже видел подобные. И покрасивее. Он с той волчицей королевой. Там вообще они в каждых нордских руинах имеются. Вот она, красота. Вот оно, слово. Точнее, не слово, наверное, а знаки. Стена Алдуина. Как хорошо сохранилось. Прекрасный образчик аковирских барельефов. Начало второй эпохи. Ага. Эсберн. Нам нужна информация, а не лекция по истории искусства. Да ладно, пускай рассказывает. Что-то докопало за него. Мы два историка. Нам интересно это. Ты политическая, блин. Давай, рассказывай, что видишь. Смотри. Да. На этой панели показано начало времен, когда Алдуин не курина. А, вот он. Башка, да, вот. Вот сюда лапы его. А вот люди восстали против своих хозяев. Ага, вижу, вот люди. Дегентарная война дракона. Центральный сюжет стены. Победа над Алдуином. Видишь, вот он падает снега. Молдские языки. Да, вот они. Языки. Когда мы 3000 ступеней шли, читали это все. А, как они попали тебе показано? Разве мы не за этим пришли? Терпение, солнце мое. Прям видно, как изо рта крик вырывается. Вот он. Тут сплошные олиголы. горе и мистические символы. Да, да. Вот эти завитки, которые идут изо ртов героев нордов. Так как авирцы обозначали крик. Да я уже только что про это. Ты меня услышал прям. Что значит, что это за крик? Скорее всего, нечто особенное. Десно связанное с драконами и с самим Алдуином. То есть они победили Алдуина при помощи крика? Это точно? Ну, видно же, нарисован вот прям. Вот он. На него. Они бы не стали так выделять крик, если бы он не был важен. Во-во. Вспомни, эта стена создавалась специально для будущих клинков. Здесь нет ничего случайного. А этот магии что-то, наверное. Нужно искать крик. Проклятье. Тебе доводилось слышать про такие вещи? Про крик, которым можно сбить дракона с неба? Именно дракона с неба? Нет. Я могу призвать дракона, могу приручить дракона. А вот сбивать не умею. Не доводилось, в общем. Я боялась, что ты так и ответишь. Ага. Думаю, тут уже ничего не поделаешь. Придется просить о помощи Седобородых. Я не хотела к ним обращаться. Но у нас нет другого выбора. Да ладно, нормальные мужики. Я с ними в хороших отношениях не переживай. Вот мне еще, кстати, интересно. А что ты против них имеешь? Будь их воля. Они бы заставили тебя сидеть на своей горе и договорить с небом. Или что они там обычно делают? Пускай попробовали бы. Седобородые так боятся силы, что не используют ее. Подумай. Пытались они остановить гражданскую войну? Пытались бороться с Алдуином? Нет и нет. И они страшатся тебя. Твоей силы. Поверь мне, не нужно бояться. Подумай о Тайберисептиме. Думаешь, он основал бы империю, если бы слушался Седобородых? Ну вот поэтому и политические войны эти ваши и начались. Они не хотят новую развязывать. В гражданской войне все равно окажется один выигравший, другой проигравший. Они же не могут и ту, и ту сторону сокрушить и править только так. Но опять же тебе это не понравится, если Седобородые табы будут править. В любой ситуации будешь за империю воевать этих, сокрушишь своим криком. Другая сторона скажет, вот Седобородые козлы еще впишут в историю, что они твари там поработили наш регион. Ну уничтожишь империю, имперцы тоже самое, будут потом еще вспоминать веками. Тех и тех уничтожишь, ты самая первая на Седобородых скажешь, что они тут установили диктатуру. Вам не угодишь, дамочка. В общем, Седобородые во многом правы, сила опасна, вот и все. Только если ты не знаешь, как ее использовать. Да. Всем великим героям пришлось научиться использовать свою силу. Что до тех, кто бежал от своей судьбы? Ну, о них мы ничего не знаем, не так ли? И есть еще злодеи. Те, кто злоупотребил своей силой. Всегда есть выбор, и всегда есть риск. Но если всегда бояться, как бы чего не вышло, так никогда ничего и не сделаешь. Так и живут Седобородые на своей горе. Не, ну, в принципе, они не знают, может, как Алдуина побить. Что ты начинаешь вообще? Я лучше спрошу Аргейнера, что он знает об этом крике? Да уж. Хорошо, что они тебя уже приняли в свою секточку. Вряд ли они помогли бы мне или Эсборну, если бы мы попросили. Мы осмотрим храм Небесной Гавани и поглядим, что еще нам оставили древние клинки. Даже я не могла представить себе более надежного укрытия. Да хранит тебя Талос. Не знаю, мне нравятся Седобородые, они нормальные мужики. Они мудрые, они очень мудрые, они там сидят веками уже, все знают хорошо. Им виднее. А вот они приклонили колени, исполнив свою миссию. А последний из дракона рожденных сражается с Алдуином в конце времен. Ага, вот он. Смотри внимательно, дельфина. Возможно, мы и о себе что-то узнаем. Вот он он, Алдуин гад. Ну да, определенно он летел, то есть они не могли его победить. Тут видно, они падшие, он скелеты, черепа и так далее. Они все под этим гнетом, под его тут находятся. Потом пришли мужики, такие раз, крикнули на него. Да, вот во главе с одним из этих языков. Ну и в итоге, вот, пожалуйста, они подняли мечи и пошли сражаться. И во главе с ними еще и Далакин тоже. Так понимаю, а ну дракон рожденный. И вот он уже спокойненько на земле стоит, уже не летает. Вот такая вот она история у них тут. Ну что, я могу теперь идти, мужики? Я еще ничего не говорю. Подожди, ну-ка, подожди, стой. Есть что-то, что поможет мне в бой с драконом? Тебе повезло. Есть ритуал, который клинки использовали перед боем. Предположительно, он помогает подготовить сознание к сражению с драконами. Ага. Не думаю, что эффект ритуала действует долго. Поэтому скажи, когда соберешься выступать. И я сделаю все необходимое. Понятно. Ну, я пока что с драконом не иду сражаться. Но я буду иметь в виду, что ты можешь благословить. А, на бой с драконом? Ни с разными. Ну, я всегда с ними дерусь. Давай, учи тогда, благослови меня на бой с ними. Пусть чешуя рода драконьего раступится перед твоими стрелами и проломится под твоим мечом. Главное, чтобы перед стрелами. Вот и все. Все, да? Удачи тебе. Ради этой фразы так. Ух ты, благословление драконоборца. Это хорошо. А почему так важно, что я принадлежу дракону рожденным? Ты вроде это говорил. Ну-ка... Ты меня что, вообще не слушал? Да не-не, я слушал просто еще раз. Ты можешь победить Элдуина и предотвратить конец света. Если мы сможем узнать, какой крик использовали древние норды, у тебя может появиться шанс. А может и нет. Народчество не дают гарантии. Только надежда. Ну, хотя бы надежда. Хотя бы это. Это все? Дельфина, а ты что-нибудь еще скажешь мне? В дорогу что-нибудь скажешь? Нет. Слушай, эм... А что вы имеете против седобородых? Я тебе это спрашивал, в принципе, и так знаю. Она свою версию уже сказала, что они сидят в стороне, они хотят вмешиваться, не хотят свою силу использовать трусы и так далее. В общем-то, это личное ее мнение, я с ней не согласен вообще. Полностью не согласен, абсолютно. Они занимаются тем, что охраняют мир вообще, может быть, от каких-то более глобальных проблем, чем всякие просто гражданские войны. Ну, а по поводу борьбы с драконами, может быть, они настолько уверены в своих силах, поэтому за это разве можно винить вообще? Как бы они опасаются, как бы они еще более охлестку войну здесь не затеяли. Вот, кстати, мечи клинков, красавцы, катаны. Эх, жаль я не с этим. О, холодное поднимет, но я уже повышал. Они с холодным оружием, жаль, я бы его, наверное, взял сейчас, просто с ним походил, ну так, ради интереса. Все-таки напоминает мне о моих бывых похождениях, когда я в Сиродили путешествовал, когда пришел в первые клинкам, познакомился с ними. Хорошие ребята, приняли меня вообще с распростертыми руками, ну и еще много курировали, или как-то там правильно говорится, слово это. Че там девочки? Зеленое платье для девочки, че к чему? А, ну можно усыновить ребенка, наверное, и так принести одежду для него специальную. Специализированную, я бы даже сказал. Ну-ка, а сколько у нас времени? Семь часов вечера всегда мечтал поспать в таком затерявшемся хораме, где-то в каких-то руинах. Давайте часов в 12 поспим прям до утра, чтобы с утра уже выбираться, потому что не хочу я по ночи там гулять. Особенно сейчас, я сейчас один буду идти наверх. Ну, я, конечно, не пойду, перелечу туда, но все равно хотелось бы посмотреть с высока, с глотки мира на все это в ясную погоду, Ну, чтобы хотя бы видно все снизу. Кстати, факела лежат. Можно было бы тоже взять с факелом ходить вместо свечения. Ну, со свечением, че, хорошо. Ты вроде как бы светишь себе дорогу, но тут же у тебя с другой стороны еще и руки свободны, то есть ты можешь спокойненько держать лук. А, факелом, все, одну руку занимает и как хочешь таки ходи. Интересно, это что? А, это выход над ними, над стеной. Интересно, это что за проход тоже темно? Я думаю, вам ничего не будет видно. Мне как бы еще видно здесь более-менее. Поэтому я нас зажгу все-таки. Потому что Ютуб стемняет очень. А, так здесь еще один проход просто был. Он незаметен. Над стеной пройтись. Может быть, тут что-нибудь лежит. Нет, ничего нет. Все, можно выбираться. Я так понимаю, мне... Да, точно, скорее мне в эту дверь. Все, обошел. В этом храме я точно знаю, что я ничего не забыл. Ну что ж, пойдем на поклон к седобородам. Сейчас с ними вновь пообщаемся. Не знаю, я с ними общий язык сразу же нашел. Нормальные, дружные ребятки научили меня первым криком. Если бы не они, кем бы я стал вообще? Может быть, со мной так не считались бы все. А так, куда ни придешь, везде. О, ты давай кинь. И сколько людей я этими криками первыми раскидал? Фу, сру, да. Безжалостная сила. Это именно их школа. Именно они меня этому научили. Самый часто используемый. Ну и также тот же. Этот стремительный рывок. Тоже же их волк, как красота вообще. Еще и деревце это. Это мне напоминает точно Сиродильский храм. Там архитектура похожая. Кстати, даже деревья очень похожи. И вот такая конюшенка стояла. Сарай только там он стоял слева. Там кони послезли. Ну и вот так вот тоже поднимаемся по лестнице. Здесь куча факелов. Ну не знаю, в общем. Все зафиксировано. Кто хочет окунуться в атмосферу прошлого, Он может поностальгировать. Можете посмотреть Обливион. Я его иногда пересматриваю. Перед сном бывает аж ностальгическая слеза. Прям пробивается. Сколько времени-то прошло. Сколько путешествий было. Вообще столько с ним связано. Первое начинание фактически. Так, ну что. Полетели на глотку мира. Высоко. Высоко или высоко. Как правильно говорить. Кто-то мне где-то в комментариях даже радовался, Что я наконец сказал не высоко, а высоко. Хотя я в разных ситуациях называю это по-разному слову. То есть иногда там допустим высоко где-то уместно сказать. Где-то говорю высоко. Ты полетел. То есть я не знаю. Мне с ударениями вечная проблема. И уже можно было наверное заметить даже самых древних моих там записей каких-то. Постоянно. Либо в словах неправильно удаление ставлю. Либо в обычных. Ой в именах. В именах либо в обычных словах. А что ты солдат бури здесь делает? Ты где оказался? Вообще как-то лагерь. А я ниже. Я думаю что-то не то вообще. Думаю как-то ты не похож на себя бородового. В шлем одел какой-то. Ходит раскачанный бугай. Седобородые это такие мужички нормальные монахи. Ага. И все равно ночью прибыл. Как ни кроти лучше бы не спал наверное. Кстати. Приходил интересно этот. Видно подношения какие-то есть. Наверное гонец сюда уже поднимался. Вот у него тоже работенка. Раз там во сколько он в полгода или в год ходит сюда. 3000 ступеней чтобы принести какой-нибудь тюк с едой. Это же надо вообще. Ну смысл жизни такой у мужчины. Хотя бы смысл есть у него. А некоторые вообще безцельно мотаются по скайриму. Смотришь по дорогам. Ходит что-то туда-сюда. Сами не знают что. Подойдешь к ним и спросишь куда путь держишь. А он сам даже не знает. Такие тоже встречаются. Не все же при работе по городам. Как мне к тебе туда пробраться? Я кувшин не хочу. Ах. Не хотел мусорить. Видит Акатош. Не хотел. Привет. Я хочу узнать больше о голосе. Слишком быстро развивать твой дар может быть опасно. Однако в Скайриме есть множество слов силы, вырезанных на языке дракона. Даже отсюда мы чувствуем, как они откликаются туууму. Найти утерянные слова само по себе проверка. Так ты получишь опыт, который закалит твои способности. Когда ты соберешься отправиться на поиски, спроси меня. Понятно. Хорошо. Слушай. Удалось ли вам узнать, где искать слова силы? Мы услышали шепот слова. Дай мне карту. Я покажу тебе, где ты найдешь... Вот это хорошо. Давай, помечай. Спасибо. Скелетный гребень. Ладно. Надо будет еще у них так поспрашивать. Может быть, побольше отметят мне. Вообще было бы хорошо прям. Слушай, мне нужно изучить крик, который некогда победили... Ну, им победили Алдуина. Знаешь такой? Кто тебе такой сказал? Кто говорил с тобой? Клинок. Я сейчас честно скажу. Хотя нет, вот так даже. А он был начертан на стене Алдуина, мы так поняли. Клинки, конечно. Они всегда лезут в дела, в которых ничего не понимают. Их безрассудная самонадеянность не знает границ. Они всегда хотели отвратить дракона рожденных от пути мудрости. Неужели мы ничему тебя не научили? Ты просто будешь инструментом клинков. А они будут использовать тебя в своих целях. Не переживай, не будет такого. Все хорошо, это я их использую. Будь уверен, я хочу победить Алдуина. Вот чисто, вот прям от сердца искреннего хочу его победить. А без них, что бы я сделал? Я бы не узнал бы, я бы туда не пришел бы. Они бы мне не сказали. Откуда я знал, что в этом храме? И как бы туда пробрался вообще. Так что все нормально. Слушай. Давай с тобой... Вот, клинки помогают мне просто. Я не их дрессированная собачка. Нет, конечно нет. Прости меня, Дамакин. Я не смог сдержаться. Но послушай мое предостережение. Хоть клинки и говорят, что служит драконорожден. Ага. Это не так. И они никогда им не служили. Да я не собирался, чтобы они мне служили. Зачем мне это надо? Мы с ними на равных. У нас исключительно партнерские отношения. Ты можешь научить меня этому крику? Давай ближе к делу. Нет. Я не могу научить тебя этому крику. Потому что не знаю... Нормально. Сразу надо было с этого начинать. Он называется Драконобой. Но его слова силы нам неведомы. Ага. Мы не жалеем об этой утрате. Драконобою не место. В пути голоса. Драконобой. Ну хорошо. Ну на самом деле, мне казалось, ты знаешь все слова силы. Ты ж тут живешь уже века целые. Но не Драконобой. Знание об этом крике было утрачено в доисторические времена. Возможно, его знали только его создатели. Но не мне говорить с тобой о нем. Интересно, а кому? А чем так плохо Драконобой? Он был создан теми, кто на своей шкуре познал невообразимую жестокость драконьего культа Алдуина. Так. Вся их жизнь была проникнута ненавистью к драконам. И они воплотили свой гнев и ярость в этом крике. Изучая крик, ты принимаешь его в само свое естество. В каком-то смысле ты становишься криком. Я становлюсь Драконобоем. Чтобы изучить и использовать этот крик, тебе придется принять в себя зло. Я глава Темного Братства. Я в одном шаге от того, чтобы быть главой гильдии воров. Я уже послужил не одному даэдра в своем. Так что в общем можешь не переживать. Я просто переносчик зла и щаде ада. Если секрет Крика потерян, как тогда мне победить Алдуина? Только Партурнакс, магистр нашего ордена, может ответить на этот вопрос. Если захочу. Это кто такой Партурнакс? Он наш вождь. Ух ты. Он превосходит всех нас в мастерстве кузов. Я думал это ты главный тут. Ну ладно. А почему ты еще не познакомил меня с Партурнаксом? Он живет в уединении. На самой вершине горы. Ага. Он редко говорит с нами. И никогда с чужаками. Встреча с ним великая честь. Интересно. А как мне попасть на вершину горы и увидеться с ним? Только те, чей голос силен, могут найти путь. Идем. Мы научим тебя Крипу, который откроет путь к Партурнаксу. С удовольствием. Пошли. Пойдем. Я всегда рад новым крикам изучать их. Я опять пошел не спеша, таки в развалочку. Тот дедок хотя бы бегать умел. Ну как бегать? Ну хотя бы чуть-чуть ускорялся малость. Когда его клинок это подгоняло. Хотя бы давай быстрее, быстрее пошел. Что ты там стоишь историк? Он хоть немножко пошевельнулся. А этому ты не скажешь. Я что-нибудь против скажу, что он меня не выучит. Я не встречусь с Партурнаксом и вообще не буду ничего знать. Так хоть какие-то шансы есть на то, чтобы освободить мир от Алдуина. Алдуин появился, понимаешь ли. Сотни веков его не было. Вот так его же уже победили. Спрашивается, где вероятность того, что я его победю, побеждю. Короче я одолею его. И он вновь не придет там спустя какое-то время. И если он уже был повержен. Чуть не состыковочка какая-то. Получается он вообще бессмертный что ли. Ну короче с этим всем еще надо будет разобраться здесь. Мне я думаю об этом всем расскажут обязательно. Все увидим. Не хочу наперед забегать, ладно. А то моя любознательность до хорошего не доведет. Такая банда стариков медленных вообще. Круг пенсионеров. Какие ворота? Вот эти? В смысле? Открыть? Тут нет ворот. Есть просто арка. А ты имеешь... Ого понятно, что за ворота. Природные, да? Хорошо, там жарит. А холодочком-то. Вообще аж припекло. А, вот он клик. Небо. Чистое небо. Весна. Чистое небо. Лето. Чистое небо. Я открою тебе свое знание чистого неба. Угу. Это наш последний дар тебе, Дабакин. Используй его мудро. Буду всегда его использовать теперь. Я всегда за то, чтобы хорошая погода была в Скайриме, чтобы не было ночи, чтобы был день и прекрасная погодка. Чистое небо. Чистое небо развеет клуба, но только на время. Ага, только время. Плюс и Партурнаксу опасен. Нелегко его пройти. Хорошо, понял. Не останавливайся. Сосредоточься на цели и достигнешь вершины. Ясно. Так, надо его изучить тогда сразу же. Коль мы его изучили уже. Чистое небо, говорит. Вот, чистое небо. Название-то такое еще. А, он у меня уже выучен, что ли? Ну, тогда его вызбранное. И сразу же. Чистое небо. Так. Отлично. Поговори с Партурнаксом. Нормально. Ну что, пойду. Темень такая вообще. Ух ты, как хорошо-то. Северное сияние сразу же выглянуло. Тут же появилось. О, начинает затягивать. Уже вижу. Ой-ой-ой-ой. Что это я включил? Ну, я же крикнул уже. Надо перед собой кричать, наверное. А не в небо. Ну-ка. О, да, точно. То есть, просто он прогоняет этот туман и все. И не более того. Ну, а тут орем-орем. Крики эти. Аж горло запершило. О, еще и эти здесь. Вы тут что делаете? На вершине. Я тут хожу, понимаешь ли, кричу. И людяные привидения. Ничего себе они устроились. Ну, хотя, это какая-то аномалия вообще непонятная, магическая. Привидения. Это какие-то летающие змеи когда-то были. Привидения, это же, по сути, души умерших чего-нибудь. Неважно чего. Что это может быть? Тролли. Ты тот откуда здесь взялся? Слушай, тролль. Вот с тобой я не хочу видеться вообще ни в какую. Давай как-нибудь ты параличом там полежишь. И ко мне, да, покатился. И давай ты ко мне на санках не будешь как-нибудь. Ах, бедолага. Такой комичный. Может тебе скинуть вообще вкус руда, чтобы ты полетел подальше отсюда? Ладно уж, не буду. А то сейчас вновь здесь все затянет. А больно так. Мороз-то жарит. Жар прям. Надо ускоряться. Здесь нет смысла вот так вот идти в присидочку. Здесь только так. Чем быстрее я доберусь, тем лучше будет. Тем больше шансов, что мне хватит моего крика до следующего затенения. Ох ты. Я не знал, как ты атакуешь. Я думал, ты в ближнем бою, а ты еще и так умеешь, что ли, издалека прям какими-то непонятными магическими своими ледяными излучениями. Серьезная, серьезная тварь. Ага, опять затянуто. Ладно, давайте еще раз. Высоко забрался. А глотка мира, я сказал. Не глотка же мира это была, а высокий хротгар. Они же на высоком хротгаре сидят. А глотка мира что такое? Я что-то помню такое выражение в голове. Но у меня крутится глотка мира. Где-то я это слышал, кто-то мне что-то говорил. Что-то я подзабыл. Ну ладно, не столь важно. Это тогда высокий хротгар. В высоких хротгаре именно там сидят седобородые. Глотка мира это совершенно другая степь. О, горный баран. Как ты там сидишь. Странно так умудрился. И не падать. Да, еще застревать сейчас не хватало. В таком буране сейчас как-то застрянешь. Прекращайте. Вот меня начинает шатать сразу же. Вот такой бы крик научиться, чтобы такой буран вызывать. Я ничего себе там сразу убивал обо всех моих врагов. Что мне написали? Глотка мира? Это есть она? Текущая выкация. Да, вот она что, глотка мира. Это высокий хротгар. Понятно. Ну да, значит правильно я наводил на нее курсорчик. И видел, что там было написано Глотка мира. От этого, наверное, я и думал, что седобородые здесь. На самом деле они на высоком хротгаре. Так, ну что, давайте тогда с этим Партурнаксом. Мы с вами уже встретимся в следующей серии. На сегодня, думаю, достаточно приключений. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч.